Комфортно ли живется в нашем городе людям с ограниченными возможностями здоровья? Ответ на этот вопрос попытались найти представители общественной палаты и общества инвалидов. Они проверили исполнение госпрограммы «Доступная среда». Внимание было уделено парковкам для машин, социальным объектам, лечебным учреждениям и другим. На себе проверила доступность некоторых объектов и моя коллега Алена Валей. Насколько доступна среда для маломобильных категорий граждан, проверю я. Вот есть коляска. Попробуем попасть в Бирбанк. Подождите, подождите. Попробовать надо самой. Возможно ли здесь вообще проехать? Так, подождите. Так, ну тут надо... Колеса прокручиваются. Проблемы начались сразу около машины для перевозки людей с ограниченными возможностями. Колеса застревают в снегу. Без помощи сопровождающего подъехать к пандусу невозможно. Да и на самом пандусе оказалось много проблемных участков. Благодаря моему помощнику добраться до дверей отделения Сбербанка удалось. Но в помещение попасть мы так и не смогли. Так, ну вот, до двери я дотягиваюсь. До двери я дотягиваюсь. Пробуем заехать. Ну, высокий порожек. Дальше мне никак. Кнопки вызова около двери не оказалось, но на удачу нам удалось поговорить с представителем Сбербанка. Вот есть кнопка вызова специалиста. Вот он к вам специально, сотрудник подойдёт. Кнопка вызова специалиста около пандуса действительно есть. Вот только заметить её сложно. Впрочем, на деле она оказалась абсолютно бесполезным приспособлением. Если бы мне было сложно заехать, я бы уже попросила помощи у посторонних людей, чтобы мне добраться в Сбербанк. Потому что сидеть на морозе и ждать. После пяти минут на наш призыв о помощи никто не откликнулся. Да и спустя семь минут специалист к нам так и не вышел. Недоступным для маломобильных людей, передвигающихся исключительно на инвалидных колясках, оказался и пенсионный фонд. Буквально месяц назад здесь установили пандус. Но и он имеет ряд замечаний. Как и в прошлый раз, дорожка плохо вычищена. Да и попасть в само здание нам не удалось. Здесь ещё есть порожек, видите. А это основное препятствие. Он должен или спуск быть сплавный, и не такой, как на высоте. То есть опять всё есть, и опять всё, что-то какие-то есть на расчёты. И я устала. Всё-таки без помощи моей, наверное, сюда закатиться невозможно. Кнопки вызова специалиста тоже нет. Не отреагировала на наше появление и охрана фонда. Следующий объект – многофункциональный центр. Сейчас почти все выплаты и документы можно оформить в режиме одного окна. В многофункциональный центр попасть можно легко. Пандус хорошо вычищен, есть кнопка вызова. На наш звонок отреагировали через несколько секунд. А вот попасть в аптеку оказалось просто невозможно. Крыльцо высокое, пандуса нет. Нет даже кнопки вызова, хотя табличка осталась. Преграды существуют не только для инвалидов-колясочников, но и для машин, предназначенных для перевозки инвалидов. Пантусы есть, но машины для стоянок нет, не оборудованы. Или фактически не хватает. Особенно в поликлинике. Подъезжаешь, вот в дневное время подводишь инвалидов-колясочников, к пантусу не подъехать. Потому что подъезд занят машинами частными. И так в большинстве учреждений города. Программа «Доступная среда» начала действовать в нашей стране с 2011 года. В Ненецком округе она ранее реализовывалась властями Архангельской области. А в окружной администрации лишь формировались предложения. Но они оставались только на бумаге. В этом году вместе с полномочиями в области соцзащиты в Ненецкий округ были переданы и права на формирование доступной среды. В первый год, конечно, то, что мы смогли включить в эту программу, мы реализовываем и до конца года реализуем всё, что было предусмотрено. У нас появились пандусы в социально значимых учреждениях. У нас сегодня все выплаты, они сосредоточены в рамках одного учреждения отделения стран защиты населения. И вот буквально, наверное, через две недели мы этот пандус введём в эксплуатацию. В текущем году действие госпрограммы завершается, но её решили продлить до 2020 года. Следующие пять лет на создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья из федерального бюджета будет направлено более 250 миллиардов рублей. Эти деньги будут распределяться между бюджетами субъектов страны. И уже местные власти будут решать, какие объекты сделать максимально доступными для людей, которые прикованы к инвалидному креслу. Алена Валей, Роман Делимарский, Вадим Носкин, Телеканал Север.